В свое время я работал в Федеральном Союзе по учебному центру. Чайтное место, как приходящие учебники от разных авторов, писать лицензии, ну и, соответственно, этот совет принимал решение, какие книжки рекомендовать, как и какие не рекомендовать. Сейчас немножко другая система, так что сейчас ничего такого нет, но тем не менее, какой был забавный жизненный опыт. В частности, для начальнишку написанное некоторой учительницей, мальчиком. Умей слушать, умей слушать, поверить, что не все вокруг любят тебя. Конечно, почти все, по своему мнению, но не все. Умей иногда слушать. Вот, господа, представьте себе, что учительница написала учебник. Я не знаю, прошел ли он и является ли он сейчас учебником, но мне очень понравилось, что она написала в сопроводительной бумаге. Ну, к учебнику разные для учителей, как по нему работать. Она, исходя из своего опыта учительской работы, написала, как должен, по ее мнению, учитель взаимодействовать с классом, состоящим из учеников начальной школы. Она исходила из следующих вполне очевидных вещей. Первое. Ученик начальной школы нуждается в доброте, ласке, внимании. Согласны? Да. Вообще любой человек нуждается в добром к себе отношении. Отлично. Второе. В массе своей ученики начальной школы не умеют четко формулировать свои мысли. Согласны? Да. Да, собственно говоря, и вы еще и толком не умеете. И, собственно, человек всю жизнь учится как-то. А естественно, что ребенок, ну, конечно, говорит с трудом, путается. А из этого она сделала совершенно потрясающий пеконический опыт. По ее мнению урок должен происходить в следующем области. Учитель четко, внятно формулирует вопрос так, чтобы слышал весь класс и чтобы все школьники поняли, о чем идет речь. После этого он спрашивает любого ученика, ну, более-менее поучили, что это называется, да? Любого одного ученика. Чтобы никому не было обидно, так более-менее случайно было. Спрашивает. Ученик, разумеется, скорее всего, встает и что-то такое мямит. Потрясающе. Я никогда в других местах это не читал. А у нее это было написано черным по белому. Но, по ее мнению, вне зависимости от того, что сказал ученик, вне зависимости, учитель начальной школы должен ему сказать, молодец, ты все правильно говоришь. Итак, ребята, запомните, что он нам сказал. И дальше, вне зависимости от того, что отвечает ученик, учитель должен произнести правильный ответ на вопрос. Ну, давайте поиграем. Подхожу. Скажи, пожалуйста, сколько будет 3 плюс 4? Скажи, сколько будет 7 плюс 4? 6. Молодец. Ты все правильно знаешь. Ребята, запомните. 3 плюс 4 это 7. Запишите все в тетрадь, как она замечательно все у нас правильно сказала. 3 плюс 4 это 7. Это фантастика. Это фантастика. Я не знаю, много ли учителей работает, но я вот так вот прочитал это, представил себе эту шестернию. Представляете, да? То есть ученики, значит, отвечают, и вне зависимости от того, что ты ей ответишь, все равно, молодец, замечательный мальчик, замечательная девочка, молодец, как вы все правильно у меня знаете. Молодец, пятерка. Все запишите правильный ответ, нам только что сказали. И дальше произносится текст абсолютно не совпадающий. Здорово? Да. Здорово. Вот, господа, давайте все-таки, давайте все-таки и так играть, хотя я вдруг поймал тебя на мысли, что я пишу действительно так же, как эта тетушка.